Новое видео выходит каждый день в 20.00 Адванс ролеплей сдох И это сейчас не рассуждение, это утверждение А рассуждать то, почему же конкретно сдох адванс ролеплей Можно бесконечное количество времени И по итогу вы все равно не придете к единственному и верному решению Почему же все-таки сдох адванс ролеплей У них ошибок было настолько много Что я устану их перечислять и вам о них рассказывать Это просто невозможно И казалось бы, люди учатся на ошибках На своих, на чужих Но эти люди, даже когда их тыкаешь мордой в свои же ошибки Они абсолютно этого не понимают И не хотят исправлять Либо они это понимают, но исправлять все так же не хотят И знаете что? Я бы мог начать перечислять вот эти вот все ошибки Адванс ролеплей, которые привели их к гибели Но я не буду этого делать Потому что это за меня уже сделал мой хороший друг Ангел Касада И можете посмотреть ролики на эту тему у него Я просто расскажу вам то, как я начал играть на адвансе И как я тогда видел этот сервер Вот вы знаете, в году так, наверное, 2013 Или в 2014 Или еще раньше Или еще немного позже Я уж точно не помню Друзья познакомили меня с такой компьютерной игрой Как GTA Samp И я такой типа Воу, классно, офигенно И мои друзья, видимо, под влиянием Очень сильного на то время маркетинга Со стороны там разных блогеров И миллионников, и не миллионников И майнкрафтеров И там каких-то локальных самперов Которых тогда еще не существовало Такое множество, как сейчас Они под влиянием всего этого Начали играть на адванс ролеплей Оранж А я, за незнанием того, что существуют Какие-то другие альтернативные сервера Начал тоже вместе с ними играть на адванс ролеплей Оранж Моя игра продолжалась достаточно долго За это время было много аккаунтов Много наказаний Много банов, варнов и тому подобное Как вариант всего того, что происходило со мной на адвансе Вы можете посмотреть несколько выпусков выживания На моем основном канале Задан Семен Ссылочка на него находится в сапбоксе И, наверное, я размещу ее в описании Или не размещу, или размещу Но там будет неполная ссылка Да, впрочем, это не важно Я думаю, что если вы хотели посмотреть выпуски выживания Вы их уже посмотрели А если захотите посмотреть, то вы их так или иначе найдете Вообще, как я решил снимать выживание Смотрел я как-то Андрюху Киевского И мне захотелось сделать точно так же Только на адвансе С чем я, наверное, справился Хотя, решать тут уже вам И именно с адванса началась моя история в GTA Samp Как, наверное, GTA Samp ютубера Хотя я не люблю, когда меня называют таковым Все-таки я не хочу причислять себя к этому болоту Вот этих всех Ричи, Долорензи, там, блять, Тофик Дипсайз И так далее Как лично я считаю это полной зашкорой Когда вы называете человека GTA Samp ютубером Вы практически оскорбляете его настолько Насколько это возможно Поэтому, чуваки Я не GTA Samp ютубер Я просто человек, который говорит что-то в микрофон Выкладывает это на ютуб и так далее Лучше уж называйте меня тогда летсплейщиком Потому что, ну, блять, GTA Samp ютубер Это просто полный пиздец Ну так вот Тогда, когда я начал играть на адвансе рулиплей Для меня все это было в новинку Я прокачивал аккаунты Я скачивал читы Мои первые читы были также использованы на адвансе рулиплей Не знаю, совпадение это или нет Но так или иначе Я получал баны, варны, наказания Знакомился с самбом Узнал, что такое МГ Там разные РП термины И так далее и тому подобное Да, в общем, было очень весело и прекрасно И тогда я не знал, что существуют какие-то альтернативные моды Альтернативные сервера и так далее Я думал, что адванс РП Это верхушка реализации мода GTA Samp Эх, знал бы я тогда при Аризону Ох, бля Изменилась бы моя жизнь, наверное, в лучшую сторону Но по итогу я играл на адвансе И вы знаете, что уже тогда я начал замечать явные проблемы у разработчиков сервера Я уже познакомился с другими проектами по типу Samper P, Diamond Roleplay и так далее И в то время, да и, наверное, сейчас, если сравнивать адванс и даймонд То даймонд на голову, если не на две, выше адванса И это достаточно похвально в сторону даймонда в целом То есть это сделано достаточно хорошо у них там Все, и у них и рекламная кампания лучше, и обновления лучше и так далее В общем, играл я, играл на адванс роли плей И не так уж давно, там в 2000, я не знаю, в 16-17, ну точно не в 18-м году Где-то 16-17 год у меня удалили аккаунт на адванс роли плей Orange И дело в том, что я до сих пор не знаю причины удаления моего аккаунта на адванс роли плей Ну то есть действительно, а почему могли удалить мой аккаунт? За что? Да, у меня было на том аккаунте достаточно много наказаний Потому что я использовал читы Мне действительно, мне не доставляло удовольствие игра на сервере, если я не использовал читы Это меня в этом, что ли, надо винить? Меня, игрока, это нужно винить скучный мод сервера То есть без читов мне было вообще абсолютно неинтересно играть в самп Почему-то я заходил на Diamond, мне было там интересно играть На том же Самп РП мне было намного интереснее играть без читов, чем с читами Я считал читеров конченными хуесосами Но только не на адвансе Если человек читерил на адвансе, это было респект и уважение Красава, чел, читери дальше Потому что на адвансе существовало такое огромнейшее количество читов Которое не существовало, наверное, на Самп РП Да, на адвансе был лучше античит, нежели чем на Самп РП Но обилие читов на адвансе ролеплей, оно просто поражало Их было настолько дохуя Что я даже сейчас, если начну перечислять, я вспомню, я уверен, не все Да даже так вот по памяти, я помню, ну максимум какую-нибудь Ох, ладно, я не буду говорить, чтобы там не сказали, что это там на другом сервере и на другом работает И по итогу, я рад, что я с адванса ушел на какие-то другие сервера Я рад, что на основном канале я поснимал на огромнейшем количестве серверов И по итогу остановился на Аризоне Я дико этому рад, потому что если бы я снимал на адвансе Ну я считаю, снимать на адвансе забесплатно Себя не уважать Адванс ролеплей, конченная помойка Лично мой вердикт Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok